Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Мастодонт. Вашему вниманию хочу предложить замечательное сражение в режиме 2 на 2 на 2, карта Морталис. Играю я тут за Имперскую Гвардию, со мной в команде Зайльдар находится Кардиос, по-моему, где-то видели, слышали. Команда противника за Таун, Таун 3-семерки и Хаусник в команде Коли Тесла. Последняя команда противников за Кусмодесант играет Кайл Деккер, а еще один Космарик Деккалорд. Довольно все известные игроки, ну как известные, играли с ними, не новички. У одного, наверное, только не знаю. Застройка генераторов, это 2 на 2 на 2, тут надо течиться, поэтому ставлю 2 генератора сразу. Сразу тут смотрю, есть ресурсы, почему бы не накинуть 3 генератора. А то строитель, тогда стоит, не работает. Зато по энергии буду спокойно проходить. Отечу. Рейнджеры делаются у Кардиоса. Рейнджеры идеальный вариант, когда вы играете в таком режиме, ходить, бегать, разведывать, мешать, снимать точки в центре. Я примерно знал, против кого я буду играть. Я знал, что буду играть против двух Кусмодесантников и против Хаоса стал. Вторые меня не волновали, меня волновали первые, Кусмодесантники. У них техника сильная, эти дредноуты. Он может уничтожить гвардейцев, тем более ГК Лорд, по-моему, игрок нормальный. Вот и польза рейнджеров. Тут на разведку ГК Лорд сходил, посмотрел, кто где находится. А я уже знал, где на все находятся. ИГ под боком, не понравится никому. Ну, я вам скажу, я игрок такой себе за гвардейцев, а мне не нравится только рашить за них. Вот эта вот течь глубокая. Не нравится. Ну, примерную тактику я знаю, вы сами посмотрите, какую я эту тактику использовал. Про контроль, в общем, молчим. Тут крутые, интересные Тау, плюс он не застраивает пост. Тау, короче, новенький. Хаос тоже накрепал войска. Зря потратился. У меня даже отряда командования не было. Я в Т-2 перехожу. Супер течь. Идар у меня тоже посты не застраивает. Т-2 почти что перешел. Есть отряд командования. Ну, бой получился очень хороший. Рекомендую сразу поставить лайк. Написать комментарии. Турели пошли от хаоса. Я это все видел, естественно, я когда вы союзник палит, карту я пытаюсь всегда посмотреть, когда появляется красная точка. Это информация. И этот строитель не умрет. Космодезантники и грозные противники. Тау меня не волновал. Хаос тоже. Естественные и опасные противники. Та космодезантники. Хочу гладить. Т2 Тау переходит. Тут генераторы. Тут тоже генераторы. Сыщенные покои есть у ГК лорда. Не знаю, что он хочет сделать, но тут тоже турели пошли. Интересно. Ну, начало всегда такое скучное, ребят, когда там все протечицы начинаются. Махачи. Я в Т3, по-моему, не перехожу, да. У меня же супертеч. Клобалку на генератор качаю. Чтоб на все танки хватало. Загордеть приходится экономить место, поэтому я поставил сюда. Сюда больше ничего не поставишь. Т3 переходит у нас Эльдар. Тоже течется. Все правильно делает. Хараки Крутов. Ну, Тау строит все, что видит. Почему в Т3 не переходит хаос? Тут тоже они переходят. Очень медленно течется Кайл Деккер. Тут уже, видите, Т3 есть. Т4, наверное, начнет переход сколько? Скоро. При этом, что он турели ставил, тут снайперов делал. То есть, тратился на вооружение. А я вообще не тратился. Только отряд командования сделал с Псайкером. Похожу с Т3 и перехожу в Т4. По-моему, я первый, кто перехожу в Т4. Да. Космодеснадник позднее начал. Но мне надо построить марсианский центр, потом заказать. А он сразу закажет. Видите, при этом то, что он тратился, еще и обгоняет меня. Когда я вижу гвардейца, всегда быстро течет за космодесант, например, на Морталисе. ФФА играете. Делаю ленд, терминаторов, пару дредноутов и... Иду ломать гвардейца. Потому что он очень неприятный сосед. Очень подлый сосед. Как дал. Не выходя из дома, начинают бить. В Т3 переходит Кайл Деккера. Кайл Деккера, мы видим, очень плохо понимает в Т4. При этом, что у него нету войск. Т4 переходит Мой Эльдар. А я марсианский центр застраиваю. АГП Лорд. Еще не заказал ленд. Хотя он перешел к Т4. Так, пошел у него заказ. Лендер. И у меня пошел. Не знаю, чей первый выйдет. Что там пишут. Кайл Деккер говорит, что он на старте. Так, вышел Ассасин. Невидимый. Расстреливают строители. Дух строителей минус 0. И Кайл Деккер первым атакует меня. Тем самым, развязывая войну против имперской гвардии. А значит, против императора. Отвечаю стационарным тяжелым болтером. Но ничего страшного. Сейчас выйдет карающий меч. И он покажет. Тут сразу лемоны пошли, видите. Вот для чего пригодились мне генераторы с глобалкой. Так. Мой карающий меч первым выходит. Расстреливают турели. У него тоже вышел ленд. И идет он в атаку. Все, расстрелял турели. Застану ленд. Серые используют обилку, но я сажусь в бараке. А ленд и чей отхватил наполовину хп. Сразу расслабился геколорд. А то че-то напрягается, ходит. И начинаю подло расстреливать гвардейцев. Не выходя из базы. Вот что может гвардейц. А совсем строителей побивает. Тут тишина, ребята. Смотреть нечего. Война только у нас идет. На моей стороне. Ох, вихрь попадает. Восстание очень больно. Все, начинает карающий меч работать. Наконец-то. А то тут у меня не застряли. Этот танк не может выехать. Я помню этот момент. Идет обстрел по ленду. Еще и Василийский появляются. Тут хаос. Стал нападать на войска еще. Кайл Деккера. И убивает еще терминаторов. ГК Лорда. Они теперь начинают писать в чат, что против них четверо играет. Но это призем такое. Тут всегда так играют. Готов сражаться против четверых. Если ты выстоишь, потом они сцепятся между собой. Ты в это время восстановишься и потом добьешь победителя. Есть еще и такая тактика. Тут атака хаоса. Таус, знаете, вообще беспонтовая. Они ничего не сделают этому лендрайдеру. Лендрайдер может в одиночку всех убить, кто стоит тут. Ну, я не спешу, я его. На своей базе стою, обстреливаю постройки противника. Терминаторов выпало, конечно, как-то вообще ни о чем сливает. Наконец-то освободился Кайл Деккер. Едет мстить мне. Ну, я тут застанил его ненадолго. Начинаю расстреливать. Кидаю орбитальный удар по позициям терминаторов. Ну, чуть-чуть попало. Уничтожаю еще и ленд. Не потеряв ничего. И убиваю терминаторов. Или нет, еще выживший терминатор есть. Но он тоже умирает. Я никуда не спешу. Я могу стоя на базе просто расстрелять противника. На базе улучшение идет. Плюс мой удар еще не вступил в битву. Тут расстреливается... Встал. Все есть мы удары. Пошли. Или я вот сюда вот бил. Чтоб убрать эти... Кусковые установки и небесные лучи. Неприятный космодесант он не уможет придумать, как преодолеть мою идеальную атаку. Ну, это восполнить терминаторов с капелланом, с библиарием. Сделать дредноутов. Трыгнуть сюда. Подъехать лендом, расстрелять мой карающий меч. Так, снова застанели ленд. Получаю орбитальный удар от командора. И этот танк еще застанели. Много танков теряют. Дороги. Очередной ленд от Кайла Деккера. К сожалению, потерял я, по-моему, один лемон. Сесьма удара. Обстреливаю еще базу противника. Ресурсов было много. Очередной орбитальный удар. Очередной орбитальный удар. Тут снайперы стреляют. Это поздно заметил. Теперь заметил. Увожу тяжелое вооружение. Надо было восполнить лимит. Тяжелое вооружение. Представите? Ведется постоянный обстрел по храму бога машины космодесанта. Чтоб танки не выходили. Тут у меня много псайкеров. Один псайкер умер. Встаю. Почему не даю стан? Кроме бога машину уничтожил. Ленд уничтожил. Второй меч, конечно, очень много урона выдержит. Строители ремонтируют. У меня тут уже много тяжелого вооружения вышло. Думал, куда поставить их. Сюда не поставишь снайперы, пусть они работают. Что там? Новый ленд идет. Да, Новый ленд идет. Кайла декера. О, а что кровь вызывается? Кайла декер прыгает. Кайла декера исключаем из нормальных игроков. Он нуб. Чаще. Чаще, хаос решил на меня напасть. тут ассасин убьет его все он умер ну это танк не спасти нормальная ковровую бомбардировку по терминаторам еще не убиваю 1 все отлично вообще никаких проблем до лэн за лэндом приезжают надо было не лэнд стрелять а тратить похищнику надо было стрелять он все равно пытаюсь уехать так ну дредноут был проблемой поэтому надо было немного тех хоть назад чтобы огнены там пошли вперед по дредноуту нельзя подставлять технику танки быстро потерять смотрите что происходит с лемоном по которому дредноут два раза удара еще и хищник хочет уничтожить все-таки потерял лемон огнены бьют по хищнику отлично хотя бы на хищника разменял сна и перри надоели еще могу тяжелое вооружение посадить по хищников и оператор оба 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 надо брать противника измором не обязательно за гордо спешить просто вот так на расстояние постоянно расстреливать противника не давать ему отдыха постоянно так стоять настреливать чтобы он тратил ресурсы в итоге у него концовки не закончились а вы не теряйте свои войска только ремонтируйте кайл деккер был уничтожен не знаю чем наверно отчищем крови который один был в общем гк лорд теряет своего союзника тяжелое вооружение сюда он пересадил я почувствовал кровь пора надо было уничтожать уже гк лорда чтобы он не мешался теперь 4 на 1 пишет гк лорд давайте кикнем следующий раз имперского гордейца пишет вы к лорд не знаю что он хочет кипнуть что я сделаю такого я просто играю но эту базу гк лорда надо отдать противнику он не защитит против двоих еще и я на себя надо сконцентрировать все войска в один кулак и надо напасть сеймительно и 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 Чё-то било у него всё. Ну давайте ассасин, кто-то бы подошёл. Вот так, думаю классно получится. Чё-то било. Ну а от одного противника мы уже избавились. Виколор тут уже ничего не противопоставит. И застроенный машинпит. Не тут терминаторов, терминаторов он тут забыл. Уничтожают центр орбитальной связи. В лак-коста ты играешь против 4-1. Пожалуйста, больше никогда не заходи в эту игру. Вот так он пишет и покидает. У меня тут турели застроены. А тяже сидят. Касаркины бледят. Блюдят. У меня гордиться появились. С Псайкером, священником. И всё, теперь воюю против хаоса. Тау. Остались 2 на 2. Напал первым на меня хаос. Уничтожают мой танк. Очень обидно. Захватывал точки. Пехота хаоса, конечно, ничего не сделает против моих танков. У хаоса как раз такие проблемы с уничтожением имперского гвардейца. Тут только надо делать хищников хаоса с пушками и как-то пытаться их постоянно ремонтировать, отводить. Кошмары очень плохо справляются с танками-гвардейцами, потому что танки-гвардейцы пехоту уничтожают на ура. Лучше, чем ленд, например. Аналогичный танк. Видите, с кошмаром что происходит? Они летают, умирают. Самолеты, да самолеты тоже будут расстреляны этими танками, потому что самолеты тонкие. Думаю, не составит труда и дар уничтожить такого противника. потихоньку на расстоянии расстреливаю осквернителей хаоса, потому что их очень много. Оглины пошли вперед. Очень больно этому демону, потому что он вообще стоит и не сражается. Был бездар на свит. Но бывает. Был бездар на свит. Вон. Вон. Загарит. и точки захватил застраивать потихоньку и там вторая главка была уже эти противники очень легкие ничего не шарит и фирила видимо потерял толк все войска получили минус мораль в это время не стоит вообще стоять и перестреливаться потому что у вас очень много урона срезается и вы получаете еще и повышенный урона вступить мораль восстановится и начнете стрелять ужасно были расстреляны бойные огня вообще без шансов тут я расстрелял хаосева которые брали точки а хаос нас уже покинул через бланка играет а я с что и и а и и и и и и и и Здесь мы удары по генераторам, чтобы мы стоим побольше построек, что-то не добились. Я везде главки у нас устроить и тантоваться. Продолжение следует... Дальше ничего интересного не будет. Давайте посмотрим счет, что нас интересует. Я набрал парни 2675, второе место занимает мой союзник. Остальные вообще ужасно мало набрали. Убита мной 293, потеряно всего 28. Об этом я говорил, что вы загордиться будете мало терять. И по ресурсам, по экономике победите противника. Просто надо иметь терпение. По ресурсам топ-1 мой союзник. Самый технологичный. Коли Тесла, это по-моему хаос. Да, это хаос. На этом все, ребята. Не болеем. Всем удачи. Пока.